Теперь в Россию едет и приз Евровидения. После успехов наших спортсменов свою майскую победу одержала и поп-музыка. С большим отрывом по результатам зрительского голосования Старого Света впереди оказалась команда Димы Билана, который участвовал в конкурсе уже во второй раз. Если два года назад серебряным призером ему помогла стать балерина из рояля, то теперь золото Евровидения с ним поделят скрипач Эдвин Мартон и фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко. На сцене Билан пел по-английски, но для зрителей первого канала этой ночи он исполнил свою победную песню на русском. Сбылась мечта великолепного трио и всей России. Песня «Believe in», «Поверь в это», завоевала сердца и голоса зрителей из 43 стран. Впервые на конкурсе европейской песни так много участников. И впервые победа у нашей страны. Сразу после объявления результатов Дима Билан дает интервью, с трудом сдерживая волнение. Если честно, я верил в команду, и в ту команду, с которой я уже долгие годы. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, кто верил в меня. Иногда нужно дать шанс. И самое главное, этот шанс грамотно использовать. В финале за главный приз «Хрустальный микрофон» боролись 25 стран. Конкуренция была настолько серьезной, что даже в букмекерских конторах пятерка лидеров менялась чуть ли не каждый день. Неизменным оставался только претендент на золотую медаль – Россия. Мы поддержали на самом деле нашу страну в том плане, что Россия сейчас просто фавори в таком, рвет всех. Это баскетбол, это футбол, это хоккей, это Евровидение. Высшую оценку 12 баллов российской сборной дали Украина, Эстония, Латвия, Израиль, Армения, Белоруссия и Литва. Всего наша страна получила 272 балла, на 42 опередив ближайшего соперника – Украину. И все за тобой! Трех мушкетеров зрители полюбили задолго до финального концерта. Без устали аплодировали даже во время репетиции. Трогащие за душу пение Димы Билана, который, кстати, не новичок на Евровидении, два года назад уже занимал второе место. Чарующие звуки, которые извлекал из скрипки Страдивари венгерский музыкант Эдвин Мартон, и музыка на льду в исполнении олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Это выступление 20-тысячный зал смотрел затаив дыхание. Для всех, кто не смог купить билеты на финальный концерт, но не захотел в этот вечер оставаться дома, в самом центре Белграда установили огромный экран. Тысячи людей на площади танцуют, подпевают и поддерживают всех исполнителей. Без исключения. Дима, я правильно произношу? Мне понравилась его песня, замечательное шоу, и поет он отлично. Второе место заняла украинская певица Ани Лорак с песней «Шейди Лейди», а третья – гречанка Каламира. Она считалась одной из фавориток конкурса. В начале голосования боролась с Россией за каждый балл, но затем пустилась на две строчки вниз. А поклонницы Димы Билана замерли в ожидании. Поверь, сказал певец и своей возлюбленной. Обещал в случае победы сделать ей предложение. Сдержит ли слово? Пока тайна. Но в том, где пройдет Евровидение 2009, сомнений нет. В следующем году на конкурс европейской песни приглашает Москва. Галина Филоненко, Анти Скримс, Мария Шубина, Первый канал, Белград. Одним из первых, кто еще ночью поздравил Диму Билана с победы, стал президент России. Дмитрий Медведев позвонил певцу на мобильной вскоре после объявления результатов и отметил – это здорово, что приз приедет в Россию. А около часа назад стало известно, что Диму Билана поздравил и Владимир Путин. Премьер-министр уже поручил своему заместителю Александру Жукову подготовить предложение о создании оргкомитета по подготовке и проведению конкурса Евровидения 2009 в России.